Всем привет! Разработка игр, советы и рекомендации. Совет второй. Скажите игроку что делать, но не как это сделать. Наличие четких целей очень важно, но дайте игроку свободу выполнять их на своих условиях. Как игровой дизайнер постарайтесь придумать несколько способов достижения цели. Нужно разрешить игроку выбирать предпочитаемый им стиль игры, что позволит избегать линейности. Дайте игроку почувствовать себя вдохновителем решения, которое как он думает придумал сам. Хотя одно из таких решений может быть тщательно спроектировано и продумано в процессе проектирования игры. Например, есть некоторая RPG. В ней есть различные варианты развития с разными классами персонажей. Например, есть некая дверь, которую можно открыть только одним способом, чтобы пробраться в комнату и что-то там найти. Этот способ, например, наличие ключа. Если только один вариант открыть дверь, то это довольно скучно. Добавьте вариант просто сломать ее, если персонаж достаточно сильный. Тем более, если этот персонаж крушает гранитные камни, а сломать примитивную дверь не может. Это выглядит странно. Дальше, если, к примеру, сила это не конек выбранного персонажа. Ну, например, у вас маг. Дайте возможность сломать дверь с помощью магии. Или специального молота, который, конечно же, можно подобрать в сундуках. Или получить в выпадающих с врагов предметах. Его, конечно же, можно будет за ненадобностью выбросить. Но это уже проблема, так сказать, игрока. Как вы видите, уже как минимум есть три различных варианта открыть дверь. Или второй пример. Играя в шутер от первого лица, чтобы выполнить очередную цель, вам нужно прокрасться в дом и что-то похитить. Дом охраняется. Охранниками. Дайте игроку различные варианты выполнить это условие. Например, первый вариант выполнения задания такой. Убить всех охранников, проникнуть в дом и похитить нужную вещь. Второй вариант. Использовать скрытность и пробраться в дом, похитить предмет и также скрытно выбраться. Третий вариант. Отвлечь охранников каким-то способом. Ну, например, взрывом чего-то возле дома. Пожаром, вызовом полиции, пожарных и прочее. Четвертый вариант. Использовать специальное усыпляющее оружие. Как вы видите, есть четыре варианта прохождения этого задания. Плюс. Эти варианты можно комбинировать. И игрок будет чувствовать полную свободу. У каждого игрока могут быть свои предпочтения. Кто-то любит играть в скрытность. Кто-то любит проходить задания, нанося максимальный урон. Но в любом случае, у игроков будут варианты. А это дополнительный фактор удержания и желания игроков пройти игру, используя разные механики. Особенно, если использование различных видов прохождения влияет на концовку и в целом на весь сюжет. Отличный способ опробовать и понять, какие механики можно добавить, это прототипирование игры. Именно на этом этапе важно фиксировать мнение играющих людей в прототип и узнавать их желания и хотелки. В различных вариантах достижения целей. Но не нужно создавать сложных головоломок, если, конечно же, игра не про головоломки. На этапе прототипирования смотрите, как игроки будут пытаться достичь игровых целей. И это даст вам пищу для размышлений. И, возможно, вы добавите в свои механики что-то еще, что позволит выполнить цель другими способами. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, лайкаем, делимся этим видео, оформляем спонсорскую подписку. Всем спасибо, всем пока.